Привет, Рэпчады! Это Рэпостол. Сегодня мы слушаем одну из самых ожидаемых пластинок этого года. Это проект Бруно Марса и Андерсена Пака Silk Sonic. Их дебютный альбом Evening with Silk Sonic. Если вы не слушали Leave the Door Open, если вы не слушали Скейт, я охеренски завидую вам, потому что вы пропустили самую стильную, самую вкусную, самую грубовую, эротичную и еще куча эпитетов музыку этого года. И я уверен, что проект полностью получится таким, поэтому давайте поскорее нырнем в этот фанк, соул и диско. Погнали! О, Буси! О, 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 О! Я буду по минимуму говорить и по максимуму кайфовать. Это не та музыка, где хочется задротствовать. Это такое прекрасное, бархатное интро с Буси Коллинзом. Чувак из времен Фантаделик, парламент. Тоже классик своего дела. Это очень трепетный момент, потому что рядом с ними легенда и они сами по себе легенды и сейчас будет, сейчас будет. Не-не-не, я не буду слушать Leave the Door Open еще раз. Нет, это будет 675-й раз. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вы понимаете, все. Ну это одна из лучших песен года. По аранжировке, по вот, короче, гармонии, бридж, там модуляция, все это хорошо работает. Если вас это не заводит, если вам не хочется двигаться, не хочется полностью отдаться этому звуку, то мне жаль. Скорее всего, вам стоит попробовать что-то другое. Жевать камни, например, я не знаю. Оооо, сука. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это вот настолько сутенерская музыка и пак настолько охеренский звучит в этом образе. Вот все, вот как он выжимает из себя. Это слово fly, да? Он говорит, тебе надо быть с кем-то настолько fly, как я. Ну то есть такой вот он, ну классный, ну клевый, ну стильный, ну короче. Я чувствую тут и секс-машин Джеймса Брауна, всякие какие-то там фильмы про казино, знаете. Я очень переживал, что Бруно будет постоянно перетягивать на себя одеяло, но нет. Вот здесь все отдали чисто паку. И он справился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не смешно даже. Ну то есть вы понимаете, что любые слова тут не имеют никакого значения абсолютно. Ребята выложились на миллион процентов. Бруно Марс перешел в стратосферу, хотел я сказать, но по-моему он перешел в трахосферу. Очень сексуально, эротично и Бутси Коллинз на фоне. Да, я пытался. Я звонил тебе. Жесть, что они с барабанами творят там? Мне не важно, что дальше уже будет. Я все для себя решил, я все понял. Больше альбомов в этом году не выходило никаких. Мне нравится, что они идут чисто по таким вот клише, но с иронией. Если прошлый трек был о том, что у нас была прекрасная ночь, и когда мы увидимся в следующий раз, то теперь они, видимо, увиделись. И эта девушка кинула его. И он говорит, как эта сука так могла поступить со мной? Я платил за квартиру, платил за... Короче, платил он за все, она его кинула. И теперь он очень томно курит из окна Мерседеса. Модуляция пошла, да? Я почувствовал, я почувствовал. Как раз на контрасте голоса хорошо вообще, да. Все, молчи, молчи. Амнезия, амнезия просто. Я забыл слова. Как будто реально можно проследить историю, потому что теперь вот все пришло к драматизму, и они показывают якобы свое настоящее лицо, что им тоже бывает больно. И они просто пытаются надеть эту улыбку, но ничего не получается. Такие актеры, сука. Классный альбом. Ну, охеренский. Я, наверное, где-то треки на пятом, да, но все переплевывает, что было в этом году. И то, что будет, это профессиональные музыканты. Именно это просто мастера за работой, которые знают твои болевые точки, знают, на что давить. Ломают тебя. Это чисто Бруно Марес вот. О, и бонки там. Ой, суки, какие сучары, суки вы, суки, падлы. После одного из треков я говорил, что вот есть ощущение казино, и они полностью в это нырнули. У Бруно Марса вот были слова, this song for gangsters, players, bad bitches, they're ugliest friends. Все вот так звучит. Вот очень фанковое такое для хлыщей. Харизматичные, обаятельные ублюдки. Андерсон Пак там сразу про этих жопастых шлюх каких-то. Короче, ну... О, боже мой, нет, 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 нет. О, боже мой, нет, нет. Боже мой, боже мой. Я честно скажу, я как-то не взлюбил скейт, когда впервые услышал. Потом послушал его 150 раз. И... ну вы видите, короче. Это не столько обзор, сколько тикток. Мне по кайфу открывать рот, пока они поют. Clouds are blowing, don't know where we're going. I took a little something to get here, yeah, yeah. Oh, let's tiptoe to a magical place. Let's go into the sky. This is so amazing. Они еще повышают постоянно. Очень хорошо все обыграно, что Бруно Марс постоянно говорит, а мы можем еще повыше? И они начинают петь еще выше и выше, и он так повторяет, повторяет. И в конце появляется Бутси Коллинз и говорит, и вот мы здесь, в стратосфере, шлем вам любовь и привет оттуда прямо вниз. Что я могу сказать об альбоме? Идея такая. Давайте возьмем одного талантливого музыканта и другого талантливого музыканта. Оба с фанк и соул диско прошлым, да, корнями. Могут ли они провалиться? Ну, как бы могут. Теоретически, конечно, все возможно. Но, поскольку это Андерсон Пак и Бруно Марс, это идеальная комбинация. Я вот как-то не думал о них никогда, что они могут настолько идеально, как пазл, подходить друг к другу. Но это именно так. Они отлично дополняют друг друга и по голосам, и вот даже по ролям как-то. Бруно Марс более такой какой-то мягкий, романтичный, да. Андерсон Пак более нахрапистый, наглый, сутенерский, как я говорю. Андерсон часто берет на себя куплеты, а Бруно потом уже так, 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 сейчас, сейчас, и вот я. И появляется на припевах с просто душераздирающими какими-то там нотами, гармониями. Они прекрасно справились без фитов, хотя знаю, что где-то здесь Тандеркэт на басу играет. И Бути Коллинз как рассказчик скорее здесь выступает. Такое объединяющее звено, какое-то связующее звено в истории. То есть тоже это скорее ради прикола использовать легендарного музыканта, да, просто для того, чтобы он читал пару строчек. Я как бы понимаю, что есть люди, которым просто не очень близок такой жанр, но не понимаю, не понимаю, правда. Потому что это отлично сыграно все, аранжировки, спета. Ну, короче, это очень высокий уровень мастерства. Чисто вот не восхититься просто, даже если ты не вкуриваешь как бы этот стиль, просто не замереть в глубоком пардоне перед этим невозможно. И я считаю, что за 9 треков так много разнообразия, так много каких-то поворотов, что оно не успевает приедаться. 9 треков 30 с чем-то минут. Это идеально, я считаю, для альбома. Это идеально для того, чтобы было плотно, для того, чтобы было цельно. Не успеваешь устать и хочется еще. А если вы любители цифр, то вы должны знать, что не существует таких цифр, чтобы объяснить мое впечатление об этом альбоме, поэтому это скорее ууууууууу из 10. Но, конечно, мне очень интересно услышать, что вы думаете об этом проекте. Может быть, вы не считаете его вообще классным, вообще интересным, поэтому обязательно напишите об этом в комментариях и подписывайтесь на нас в инстаграме, в телеграме, в ютубе и молитесь за репост.